Друзья, приветствую вас на своей кухне. На улице снег, холод, февральская метель, и мне захотелось, так сказать, испить чайку с чем-то очень вкусненьким. Вот я и приглашаю вас принять участие в приготовлении вот этого чего-то вкусненького. Что же мы с вами сегодня будем готовить? Готовить мы с вами будем, ну так называемый, что ли, творожно-сахарный пирог с добавлением лимонной цедры. Итак, с чего мы начнем? Ну, начинать обычно нужно с творога, то есть нужно его переблендерить или перетереть через сито до такой однородной массы, чтобы не был он каким-то там зернистым и неравномерным. Но у меня творог очень такой получается нежный, равномерный, никаких зерен в нем нет, поэтому я блендерить его не стала. Далее, в чашу выкладываем 150 граммов вот такого вот мягкого, мягкого сливочного масла, можно маргарин там или спред, кстати, от маргариновых, так сказать, изделий тесто становится более нежное, более пышное. Всыпаем сюда сахар, 250 миллилитровый стакан имеет в себе 200 граммов веса. Также всыпаем сюда ванилин, один или полтора грамма, ну, у кого какой пакетик будет, да? И начинаем все это превращать в однородную массу. Теперь, когда сахар перетерли в однородную, ну, относительно однородную массу, мы вливаем сюда вот три яйца. И смешиваем их с этой масляно-сахарной массой. Здесь уже желательно поработать, наверное, вот таким вот венчиком. Ну, когда масса стала вот такой бульмень однородненькой, добавляю сюда такую щепоточку соли, высыпаю цедру одного лимона и добавляю пачку творога. У меня здесь пачка на 200 граммов, можно 250, это не суть важно. И опять же, начинаю все это превращать в однородную массу. Можно, конечно, было поработать миксером, но не хочется заморачиваться с миксером, потом все это мыть. Мы и без миксера все сделаем прекрасно, я надеюсь. Ну, и вот, собственно, последний этап в замесе теста мы, это, вернее, добавление в эту массу муки. Значит, мы добавляем муку с порциями. Кстати, вот на этом этапе тоже положено добавить разрыхлитель по, так сказать, современным кулинарным тенденциям, да? Но я никогда не пользуюсь разрыхлителем, потому что я ему не доверяю. Я пользуюсь простой, элементарной содой, такой я пользовалась всю жизнь. Соды у меня вот здесь, чайная, неполная чайная ложка, так сказать, вровень. Обычно я в торты соду добавляю в самом конце, чтобы она работала очень хорошо, не потеряла своих свойств. Но здесь тесто будет густое, потом будет добавлять неудобно. Вот сейчас я загашу ее уксусом. Уксуса не жалейте. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. И туда. И очень быстро все размешать. И это неправда, что когда сода гасится уксусом, она перестает работать. Ничего подобного. Она работает нормально, если с ней правильно обращаться. И сейчас мы постараемся быстренько дозамесить наше тесто. Для этого я буду добавлять оставшуюся муку. В общей сложности муки у нас 300 граммов. Но сейчас посмотрим по ходу, потому что мука разная. Соответственно, разное может быть ее количество. Вот такое тесто у меня получилось. Довольно густое. То есть практически не падает с ложки. Вот как мы видим, да? Держится на ложке довольно густое тесто. Муки ушло на 50 граммов меньше, потому что и творог был весом на 50 граммов меньше. Далее я взяла вот такую разъемную форму. Разъемную форму диаметром 24 сантиметра. Ну, так было написано на форме по... В реальности, вернее, вот ее внутренний диаметр составляет как бы 22 с половиной. Дно формы я застелила пергаментом. И теперь беру кусочек сливочного масла и форму эту смазываю сливочным маслом. И всех ее, так сказать, в стыках. Вот обязательно во всех стыках смазываем. Смазываем и стенки формы. Так, присыпаем форму мукой. Так, равномерненько, равномерненько ее распределяем. Причем, мой вам совет, обязательно... Бока я тоже смазала маслом. Обязательно по всей окружности внутренней тоже все присыпьте вот так вот ровненько мукой. Для чего это нужно? Для того, чтобы, когда пирог или любой торт будет подниматься, то он будет подниматься равномерно, а не так вот, что горой в середине, как правило, прет, да, вот это вот, потом такая гора. А так он будет более-менее подниматься ровненько. Ну, и теперь будем вот это тесто выкладывать в форму, равномерно его распределяя по форме. То есть сначала, конечно, выложим, как сможем. Потом ровненько-ровненько все распределим. Итак, наше тесто распределилось ровненько. То есть можно ложкой это сделать такой влажной, можно лопаточкой, можно просто вот так даже рукой вот так вот все распределить ровненько-ровненько-ровненько. Но, как говорится, температура высокая, она все равно все нам любые бактерии, так сказать, уничтожит. И теперь я вот эту заготовку поставлю в духовку на 165-170 градусов, потому что духовочка у меня маленькая, да, у меня мини-печь. У кого духовка большая, ну, вот, допустим, газовая там какая-то, да, или вот, ну, вот такая большая духовка, там, конечно, объем воздуха намного больше, поэтому ставьте смело 180 градусов. Ну, примерно на 40 минут, дальше будет видно. Итак, друзья, пирог отстоял в духовке 40 минут. Думаю, этого достаточно. Я никогда не протыкаю его никакими шпажками, потому что, ну, не знаю, у кого как, а у меня вот как только я проткнула шпажкой пирог, он обязательно потом осел. Ну, вот, серединка начала чуть-чуть вниз проседать, хотя любая выпечка имеет свойство потом оседать, после того, как достали ее из духовки. Цвет имеет вот такой, приятно золотистый. Выпекала я при температуре 170 градусов в мини-печи. Почему-то он немножечко вот потрескался. Но это ничего страшного. Вот, потому что тесто плотное, больше похоже на куличное. Сейчас я дам ему в этой форме остыть, потом разрежем и попробуем. Друзья, пирог немного остыл. Так, ну, в принципе, теплый, нужно было погорячее. Ладно, вот теперь я хочу залить его стаканом горячего, довольно горячего молока, чтобы он был более влажным внутри. С бисквитом это работает очень хорошо, с чистым бисквитом. А вот с таким тестом, с кексовым, не знаю, пробую. Ну что, друзья, тортик остыл окончательно. Теперь мы можем его разрезать и попробовать. Кусочек тортика я отрезала. Вот такой высоты он получился на срезе. В серединке высота его 5 сантиметров, вот здесь сбоку 3,5 сантиметра. Это хорошая высота для этого теста, потому что больше, выше не надо, дольше выпекся, ниже, так говорится, тоже был бы не очень заманчиво, аппетитно, если сильно низкий. А так все нормально. Что хочу сказать на вкус. На вкус, конечно, я его попробовала с чаем. Это вкуснятина необыкновенная. Тесто нежное, просто вот тает во рту. Пропитка его нисколько не испортила, но я бы сказала, что ничего особенного не дала. Только рыхлость, так сказать, вот с нижней стороны. Рыхлость и влажность. Поэтому, я думаю, вполне можно обойтись без молочной пропитки. Так что, друзья, если понравилось, готовьте этот замечательный тортик-пирожок. Всем желаю, так сказать, удачного приготовления и приятного аппетита. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...